Дорогие коллеги, ну я вообще в шоке от того, что сейчас Андрей Дмитриевич сказал. Дело в том, что когда развалился Советский Союз, перед глазами у меня очень простой пример. Две наши бывшие союзные республики, это Грузия и Литва, они сразу отказались от системы организации онкологической помощи. И что получили? Получили резкое снижение. Хотите снизить заболеваемость? Уничтожите систему, которая занимается этим. Они сразу снизили заболеваемость. Появилось огромное количество запущенных стадий. Ну и так далее, и так далее. И потом они много раз приезжали, пытались восстановить, но до сих пор Хрема Гамичава не смог приехать с известными событиями. У них почти на нуле. Должны были ликвидировать на озере Лиси и онкологический центр. Но удалось отстоять. Поэтому, что меня беспокоит вот в этом новом видении? То, что занимаются этим люди очень далекие от онкологии. Я всегда говорю, ребята, хотите что-то информационное создать, обратитесь на районный уровень. Посмотрите, что на районном уровне можно получить и каким образом накапливается дальше информация. Потому что вот даже заседание в Государственной Думе, которое было по регистрам, там не было ни одного специалиста этой области. И принимали непонятно какие решения. Но они никакие решения, в принципе, и не приняли. Значит, моя задача... Давайте сейчас вот пойдем. Значит, моя задача заключается в том, что я хочу вам представить итоги работы, многолетней работы. Ну, где-то 10 лет я принимал отчеты от союзных республик, поэтому я, в принципе, достаточно представляю возможности каждой территории. И то, что касается снижения заболеваемости, большую глупость, наверное, придумать невозможно. Хотя бы потому, что на сегодняшний день мы находимся в мировом сообществе по стандартизованным показателям. У мужчин 316 место, у женщин 324 по раковым регистрам мира. Вот. Потом уже в мире создана система информационная, которая собирает эти данные качественно. Убрать от специалистов, чтобы какие-то посторонние лица собирали информацию. Я с этим сталкивался уже. То, что касается ОМС, была защита докторской диссертации сына нашего председателя комитета по опухолям головного мозга доброкачественным. И вот мы приводили в порядок эти доброкачественные, так сказать, случаи заболеваний, прежде всего, нанизать на одно лицо. Потом, чтобы эти коды все соответствовали международным стандартам, что это процесс злокачественный или доброкачественный. Это огромная тяжелая процедура. Кто будет этим заниматься, непонятно. Если отстранить и онколога в том числе. Моя задача сегодняшнего выступления, как я планировал, не знаю, смогу ли я теперь все это доложить, заключается в том, что та система свода данных, которая существует сейчас в стране, она, конечно, не дает реальные цифры по заболеваемости. 20 января невозможно за прошедший год подвести итоги. И уже некоторые территории, которые этим занимаются, они уже давно. Поэтому раковый регистр должен тщательно все собрать, уточнить, подобрать. И только после этого можно о чем-то говорить. К чему это приводит, я постараюсь последовательно показать. И самая главная сложность, трудности, ну, с моей стороны, может быть, обида на всю систему, что созданная система регистров вообще не востребована. Сейчас отчет составляется государственный вне раковых регистров. Как это не печально? Есть только один набор, то, что касается заболеваемости. Можно собирать три позиции, полвозраст, локализация и быстренько скомпоновать данные. Они очень близки к тому, что есть на самом деле. Но все остальные аналитические показатели невозможно за этот период обобщить. И то, о чем я хочу вам сказать, что надо, конечно, если отчеты собирать, минимум год дать на то, чтобы привести это все в порядок. Ни один раковый регистр мира не представляет в такие короткие строки информацию. Идет тщательная проверка, уточнение. Не так, что еще не собраны материалы об умерших, а уже докладывают об одногодичной летальности или еще каких-то других. А вот теперь я хочу показать и рассказать, что мы сделали. Дело в том, что в феврале месяце мы фактически создали популяционный раковый регистр северо-западного федерального округа. Мы располагаем сейчас более чем миллионом случаев взят более миллиона случаев наблюдений. Причем где-то 10% мы отбросили, потому что это, с нашей точки зрения, некачественный материал по критериям медианы выживаемости. И, кроме того, там еще период начала, соблюдения, формирования системы. Тоже эти данные менее надежны. И вот об этом миллионе я постараюсь поговорить более подробно. Заболеваемость. Значит, от чего? Что связано с заболеваемостью? Почему растет заболеваемость? Вот мы провели такую оценку, рассмотрели, как изменился удельный вес с пенсионеров с 1959 по 2017 год. Он возрос. Пенсионеров стало с 11-25%. И у меня на столе здесь второй номер вопросов онкологии за этот год. Там данные о смертности я чуть позже коснусь. Но вот эти вот статьи, то есть эти характеристики мы вынуждены были в демографическом объекте изучить для оценки смертности. Второе, конечно, идет средство массовой пропаганды. В основном молочная железа, меланома и другие. Новые методы диагностики. Они не могут не способствовать увеличению числа случаев. Все время требуют раннюю диагностику. Новые случаи, регистрацию, ответственность, онкологическую настороженность. Ну, в меньшей степени, наверное, это привязано к скринингу и диспансеризации, потому что все-таки скрининговые программы не охватывают абсолютно, так сказать, все население. Кроме того, диспансеризация, она проводится в значительной мере формально. Там тоже невозможно получить достаточное количество случаев, которые... Ну, а вместе с тем, значит, нужно иметь в виду и эти аспекты, они в какой-то мере тоже влияют на увеличение уровня заболеваемости. Есть еще один аспект, это изменение структуры онкопатологии. За последние 40-50 лет, конечно, когда на первом месте были только рак желудка и рак легкого, сейчас структура более, ну, ну, менее летальная, будем говорить. Значит, хочу обратить внимание на этот график. Этот график сделан... Это заболеваемость по возрастным группам. Причем, в отличие от того, что вы могли видеть, здесь представлена заболеваемость для каждой возрастной группы, для первого года, второго, третьего, пятого, тринадцатого, шестнадцатого, восемьдесят второго, восемьдесят... там, семьдесят второго, семьдесят третьего и так далее. Какие здесь закономерности? Закономерности очень простые. До 35 лет практически уровень заболеваемости находится на осевой линии. После 35 лет каждый год увеличивает риск на десять процентов. Пятилетка на пятьдесят семьдесят. Вот почему нельзя пользоваться грубыми показателями при оценке каких-то элементов риска и для заболеваемости, и для смертности. Это естественно. Теперь вот посмотрите, здесь Россия представлена. Какие изменения произошли с 95 до 17 года? Абсолютное число возросло на пятьдесят процентов, грубый показатель на пятьдесят, а стандартизованный на двадцать. Поэтому ежегодный прирост заболеваемости надо считать по стандартизованному показателю. Он достаточно мизерный, и ничего здесь сверхъестественного нет. Общее количество... То есть наше место в рейтинге мировых регистров я называл раньше. Посмотрим, значит, что... Какие еще требования? Еще требования, чтобы был определенный уровень смертности и его снижать. Но смертность, естественно, зависит от заболеваемости. А территории наши, они разные. Где-то мизерное количество лиц молодых возрастов, где-то оно существенно больше. Ряд территорий имеет заболеваемость меньше двухсот. А огромное количество имеет более пятисот. Пятьсот, шестьсот и так далее. Естественно, что те, кто имеет высокий уровень возрастной структуры, высокий удельный вес лиц пожилых возрастов, там не может быть низкий уровень смертности. И мы сопоставляли материалы по базе регистра и по базе, и по официальной отчетности. То, что касается заболеваемости, расхождение находится в пределах допустимой статистической погрешности. И вполне можно этими материалами пользоваться для любых мировых элементов. Динамика стандартизованных показателей представлена здесь. Голубая – это северо-запад, красная – это Россия. Да, идет накопление и у мужчин, и у женщин. Ничего в этом нет особого. То, что касается ранних стадий. Ранней стадии по Российской Федерации официальная цифра 56, северо-запад 54. По базе данных ракового регистра федерального округа 47. Реально после расчета выживаемости первая стадия минус 10, вторая минус 20. Таким образом, в общем-то, ранних стадий не может быть намного больше, чем 30%. Это показывает фактические данные. В конце вы увидите все эти элементы. Обращаю внимание на вот эту уникальную таблицу. Там есть одна циферка 25,2. Значит, мы привыкли к тому, что количество… Это контингенты онкологических больных. Сейчас официально в России их 3,5 миллиона. И мы посмотрели, а сколько же по базе данных. По базе данных на тот миллион, о котором я говорил, их 25%. Причем здесь 55% написано по официальным данным, которые тоже представляют северо-западные территории. И вот прожили 5 и более лет по стадиям. Прожили 10 лет. Тоже есть все по стадиям характеристики. Обратите внимание на две цифры. 4,5 и 1,9. 4,5 – это живы от первично заболевших 4 стадии через 5 лет и прожили 10 и более лет всего 1,9%. То есть в пределах статистической погрешности. Это говорит о том, что база данных, вот этот миллион 700 тысяч, она достаточно надежная. И этим цифрам все можно достаточно верить и уверенно опираться на эти данные. Но еще раз повторяю, вот эти моменты, эти элементы собираются по государственной отчетности не на базе регистров. Это административное давление всех мастей, всех элементов для того, чтобы на следующий год еще на полпроцента или на один процент улучшить известные нам показатели. И действительно, когда вот стали национальными центрами, то Алексей Михайлович убедился, что действительно так. Но располагая такими данными 1 миллион по северо-западу и у нас еще есть 1 миллион по территориям, которые работают по нашим программам. Это Самара, Челябинск, Краснодарский край, Калуга, Смоленск. Это еще 1 миллион. Там везде абсолютно такие же. Если вы открываете базу данных ракового регистра, там очень близкие к этим параметры. Но привычка есть привычка. Да, у нас 50, 70, сколько? Скоро 170 будет ранних стадий и все остальное. Летальность на первом году наблюдения. Официальная цифра 22 по седьмой форме. То, что мы по базе можем смотреть, это 32,8. Причем мы в состоянии посмотреть разницу между мужчинами и женщинами. У мужчин на первом году погибает 41,6, а женщин 26. Даже женщины не дотягивают до той привычной цифры 20%, которую, кстати, Минздрав сейчас прогнозирует снизить до 16. Ну, если вообще прекратить регистрировать умерших, наверное, можно снизить. Никаких проблем я в этом не вижу. Смертность. Значит, здесь вот у меня, еще раз повторяю, вопросы онкологии, это второй номер, большая статья по смертности. Со смертностью у нас все прекрасно. Я не понимаю до сих пор, почему оценка идет по грубым показателям. Верхняя линия – это грубые показатели. Там очень неопределенно и понятно, что удельный вес все время пожилых увеличивается минимум на 1% в год. Если бы этого не было, то, безусловно, стандартизованные показатели и для мужчин, и для женщин, и на оба пола, они снижаются. Причем снижаются, это заголовок в статье, о которой я говорил. И посмотрите, пожалуйста, что происходит здесь. Абсолютное число с 1995 года по России уменьшается, грубый показатель уменьшается, а стандартизованный значительно ниже того, что был в 2010 году. И эти вот линии, вот зеленая линия – это стандартизованный показатель. Не надо ничего выдумывать. Все идет идеально и замечательно. У женщин и у мужчин. Вот всплеск был у мужчин только на 90-е годы. Понятно, что там много было сложностей, трудностей. То, что касается возрастных изменений, то тоже практически по всем возрастным группам за этот период, с 2000 по 2017 год, смертность снижается, кроме последней возрастной группы 80 лет и старше. Ну, нужно с этим, видимо, разобраться. Сейчас вот мы подготовили статью по индексу достоверности учета. Она в вопросах онкологии, видимо, будет в ближайшее время. Это очень интересный индекс в том плане, что Международное агентство по изучению рака, прежде чем принять материалы, она оценивает, не превышает ли смертность заболеваемость, не превышает число зарегистрированных умерших, зарегистрированных первичных больных. Вот. И мы видим, что все параметры по России, вот здесь, видите, были 0,74, но выше единицы, понятно, это, значит, умерших больше. Значит, с 95-го года было 0,71, 0,72, 0,63 у женщин. И мы сейчас имеем достаточно яркое снижение этого показателя. Это говорит об улучшении качества первичной регистрации, прежде всего. Поэтому это направление нормальное. То же самое практически по северо-западу. Тоже мы имеем положительную динамику. А дальше возникает вопрос. Значит, то, что касается смертность, когда выше заболеваемости, это касается в основном локализации с высоким уровнем летальности. А что же происходит с локализацией со средним и низким уровнем летальности? Вот здесь приведено северо-западное, а в статье «Будущая» там показана Россия. Посмотрите, что делается с высоким уровнем летальности. Вот рак печени. В целом по России и по многим территориям индекс достоверности учета выше единицы. И здесь еще один аспект. А ранние стадии посмотреть по официальной отчетности по раку печени. Есть территории, где 30-40% показывают ранних стадий. А мы уже давно говорили о том, что никаких первых, вторых и даже третьих стадий по раку печени мы не видим на реальном материале, который располагаем. И вот эти высокие показатели, они тоже идут на плюс, что больше у нас становится ранних стадий. Целый ряд территорий уже показывают нулевые отношения к этому. То есть ноль ранних стадий. Было 9 по России, было 3, потом 9. То есть в этом плане идет нормальная работа. То же самое, да, и здесь медиана выживаемости по раку печени 3 месяца. По раку легкого, вот мы видим, тоже есть территории, где индекс достоверности выше единицы. Здесь медиана выживаемости, как и по желудку, 6-7 месяцев. Следующий вот желудок. Так, а что же делается? Ну, это тоже вот индекс достоверности учета по локализациям с высоким уровнем летальности. Что делается с локализациям и со средним уровнем летальности? В общем-то, то же самое. То же самое. Мы видим динамику положительную. И то же самое с локализациями с низким уровнем летальности. Эти циферки в целом по России, они более плавно идут все сверху вниз. Ну, понятно, что чем меньше территория, особенно на районном уровне, там, конечно, идут межсезонные колебания из-за малого числа наблюдений, конечно, в несколько другом аспекте. Значит, вот эта вот книжка, это экспресс-информация по северо-западному, по северо-западу, которую мы в прошлом году выпустили. Их должны принести, где-то 16 штук должны принести. Не знаю, почему до сих пор не принесли, надо в информационный центр еще раз подойти и попросить, чтобы сюда принесли. Можете взять там девятая глава. Все это детально показано и рассказано на реальном материале. Ну и, наконец, тот показатель более объективный, с которым связано абсолютно все, что возможно. Это выживаемость больных. Вот посмотрите, пожалуйста, здесь три периода, три больших периода, связанных с выживаемостью. Это сотни тысяч наблюдений. Сотни тысяч наблюдений. Мы видим положительный сдвиг и для первой, и для второй стадии. Ну, третью я не беру, четвертая, понятно, она сразу идет вниз. Она тоже характеризует то, что система, которая регистрирует эти данные, она достаточно объективна и правильно, причем идет положительный сдвиг. Положительный сдвиг. Так, это у нас все злокачественные образования на оба пола. Мы захотели посмотреть, а что происходит с теми случаями злокачественных опухолей, которые для мужчин моложе 60 лет. Моложе 60 лет. Мы видим тоже положительные движения первой стадии. Вот. И они более-менее, так сказать, представлены. А вот, так, это у нас что? Да. Мужчины вот до 60 лет. Так, а это у нас сейчас... Мужчины старше здесь, не на своих местах. Давайте покажем. Вот это мужчины до 60 лет. Посмотрите на первую стадию. На первую, да? Вот. А женщины пошли. У меня уже почти не туда, не туда. Что-то... Да, что это стрелка. Вы знаете, а не ту стрелку я нажимаю. Я уже почти заканчиваю, поэтому просто интересно посмотреть вам. Так, это у нас женщины. Надо посмотреть мужчины. Вот мужчины старше 60 лет. Вот. Понятно, что все больные, которые официально были зарегистрированы с первой стадии, конечно, реально это не первая стадия. Особенно вторая. Потому что гибель на таком уровне не может соответствовать. Вот. То, что касается... Женщин, вот женщины младшие... Нет, это женщины независимо от возрастной группы. А вот то, что касается возрастной группы до 50 лет, мы видим прекрасные, замечательные и положительные сдвиги для ранних стадий. То, что касается женщин старше 55 лет, конечно, неблагоприятно. К чему это я все показываю? Я говорю о том, что созданная система ракового регистра располагает колоссальными возможностями. Это только один из элементов. Это все злокачественные образования. Можно посмотреть по каждой локализации, гистоформе, по каждой возрастной группе отдельно. Вот. Это богатейший материал для определения стратегии развития. Все, что касается госпитальных регистров, это огромное подспорье уже тактических всех изменений, углубленного рассмотрения с любыми параметрами, какие вы хотите. И, наконец, две последние таблицы, в которых показана выживаемость однолетняя, пятилетняя, относительная выживаемость, как это положено по международным стандартам рассчитывать. Вот у нас здесь представлен северо-западный каждый элемент. И большими цифрами показана цифра пятилетней относительной выживаемости по Европе. Мы видим, что параметры, которые по нашим территориям, они близки к тому, что, да, это без, естественно, опухолей кожи. Они близки к среднеевропейским. Это мужчины. То, что касается женщин, тоже близки, но там параметры всегда выше, потому что набор локализации с более низким уровнем летальности. Таким образом, мы можем сказать, что то, что мы обобщили по северо-западу и имеем возможность еще общить по целому ряд, по второму нашему миллиону, это колоссальный материал для исследовательских работ. И, наверное, это не вредно было бы использовать и при составлении официальной государственной отчетности, но не торопиться, не бежать впереди паровоза, дать возможность собрать, уточнить, проверить. И только после этого официально. Вот Галина Вячеслава Петрова говорила, что она в министерстве просила, ну давайте, говорит, мы официальную отчетность будем считать как предварительные данные. Нет, это уже окончательные данные. Ну какие окончательные, если еще не собрано все, что надо. Вот, ну и хочу подсказать, что вот мы подготовили в 12 том вместе, естественно, с территориями. Вот территориями работают по нашим. Четыре территории в Раке на пяти континентах. Две северо-западные и две вот работающие по нашим программам. Сейчас наступило время подготовки материала для следующего, 12 тома. Мы готовы помочь тем, кто желает настолько, насколько у нас будут силы и возможности. Вот было у нас в прошлом году, 31 мая, вот такое занятие по изучению методологии расчета показателей выживаемости. Мы это проводим в постоянном режиме, независимо от того, проходит ли форумы, съезды по договоренности в любое время. Благодарю за внимание. Спасибо, спасибо. Спасибо за интересный доклад, коллеги. Мы на полчаса сейчас выбиваемся из графика. Там у нас вроде бы двух докладчиков нет, но во второй половине. Поэтому будем вопросы сейчас задавать? Ну, пожалуйста, если есть вопросы, я отвечу. У меня только один вопрос. Книжки принесли, поэтому можно будет... Спасибо большое, Вахтан Михайлович. Спасибо. Вахтан Михайлович, вот у меня короткий вопрос. Вот вы базируетесь на данных, которые демографы нам дают. Вот вы там показали. А почему вы уверены, что если наши онкологи дают неправильные данные, то априори демографы дают правильные данные? Что вы имеете в виду? Ну вот вы говорили о том, что вы учитывали пенсионеров, вы учитывали пожилых людей. Почему считаете, что там-то правильные данные? На чем вы основываете? Нет. Ой, откуда у вас вот... Нет, это все официальные данные. Кстати, вами... Ну, те же тоже официальные, а мы им не доверяем. Нет, нет, вы публикуете эти данные. Это все данные ваши. Нет, я про демографию. Там второй или третий слайд. Сколько пожилых у нас людей и сколько у нас пенсионеров? Это по переписи 59-го года и по данным 17-го года. Я прослеживал этот динамический процесс. Просто у меня нет сомнения тоже. Действительно идет прирост по 1% в год лиц пожилого возраста. Да, но по демографическим тоже, вот если мы будем говорить регистром, ну не регистром или данным, там тоже данные совершенно не совпадают. И вот какие вы берете, так же как у нас не совпадают, в том числе с Росстатом. Росстат не совпадает с переписью, перепись, так вы за какие берете-то? У вас же на этом все базируется. Все, не буду больше пока. Это все только на официальных данных. Ну понятно, но они тоже разные, мы же говорим об этом. Ну вы знаете, если так придираться, то... Нет, ну мы же с этого начинаем, когда наш регистр обсуждаем, что там разные. Это нормально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!